Здравствуйте! В эфире на Уральской вещательной компании еженедельная тематическая программа «Объективно о спорте» в студии Евгений Гурин. О последних событиях в жизни города узнаете далее. Поехали! В концертно-спортивном комплексе продолжаются различные хоккейные турниры между детскими и спортивными школами. В чемпионате города по баскетболу после упорных матчей определились победители и призеры. Во дворце спорта «Дельфин» прошли сразу два турнира пловцов и были задействованы как большой бассейн, так и малышок. Отлично выступили наши кикбоксеры на чемпионате первенства России в Ульяновске. С 22 по 24 апреля в концертно-спортивном комплексе прошел традиционный хоккейный турнир имени Олега Болтунова. Навуральские хоккеисты наконец-то дали бой и сумели пробиться в финал турнира. На каком месте в итоге оказались воспитанники Валерия Носкова, узнаете далее. В минувшие выходные под сводами концертно-спортивного комплекса состоялся традиционный межрегиональный турнир имени Болтунова среди детских команд 2007 года рождения. Четыре команды в течение двух дней оспаривали звание «Сильнейший». В Новоуральск приехали команды «Спартаковец», город Екатеринбург, «Зауралье», «Курган» и «Серовский металлург». К ним присоединились воспитанники местной хоккейной школы, тренирующейся под руководством Валерия Носкова. Забегая немного вперед, скажем, что наши ребята дошли до финала, но обо всем по порядку. Командам предстояло сыграть в круг каждый с каждым, и по результатам проведенных матчей формировались пары в борьбе за третий, четвертый и первые и вторые места. Приятно, что в выходные можем прийти посмотреть с девушкой. Дети, цветы жизни нашей. Молодцы, тренера работают, видно, ведь за первое место вроде играют. Родители переживают за детей своих, слышим, поддерживают. Весело, праздник маленький. Спасибо. В полуфинале наш «Кедр» встречался с екатеринбургским «Спартаковцем» и в упорной борьбе был сильнее 3-1. В другой полуфинальной паре «Зауралье» из «Кургана» одержал победу над «Серовским металлургом» 5-3. Таким образом, в матче за третье место «Спартаковец» в серии «Булитов» победил «Металлург» со счетом 1-2. А в главном матче турнира сошлись «Кедр» и «Зауралье». Игра протекала в напряженной борьбе, и команды поочередно выходили вперед. Сыграли три игры, все победили. Турнир, молодцы. Болеем за «Курган». Понятно. Финал как? Как судейство вообще? Как организация? Ну, все нормально, все нравится. К сожалению, нашим ребятам в концовке чуть-чуть не хватило сил, и они уступили 5-8, заняв тем самым второе место в такой представительной кампании. Наши молодцы. Мы держимся. Мы за первое место сейчас. Вы как думаете, сможем выиграть? Держимся от четвертия. Мы еще забьем. Мы молимся и болеем. Еще забьем и выиграем. Мы только за первое место. Всегда. Всегда. Родители неистово поддерживали своих детишек, и было приятно видеть на трибунах и флаги, и дудки, и атмосферу всеобщего праздника. Поздравляем наших пацанов и желаем в следующем году сделать еще один маленький шажок и завоевать высшие награды турнира. В финале чемпионата города по баскетболу для определения победителя пришлось играть все запланированные матчи. Интрига была закручена до предела, и до последнего момента было непонятно, сумеют ли логовцы отстоять звание сильнейшей команды на Уральска. Как распределились места и кто получил звание MVP турнира, узнаете из нашего следующего сюжета. В начале на паркете дворца спорта «Дельфин» команды «Энстайл» и «Ветераны» оспаривали третьи и четвертые места. В первом матче серии до двух побед сильнее были «Ветераны» 82-67. На этот раз состав «Энстайл» пополнил пропустивший первый матч Тарас Игнатьев. И казалось ветеранам не сдобровать. Они проигрывали после первой четверти 10-17 и 29-33 после половины игры. Но в третьей четверти в игре наступил перелом. Ветераны сравняли счет, а в заключительном отрезке матча уверенно повели и победно завершили поединок 75-67. Великолепно провели концовку встречи Владислав Рябинин, Виталий Мельников и Вячеслав Подоплелов. После красивой победы ветеранов зрители, заполнившие балкон игрового зала дворца спорта «Дельфин», ждали еще более яркого зрелища от участников поединка команд «НТИ» и «Лого», ведущих борьбу за первые и второе места в чемпионате. После двух финальных игр счет в серии был равным 1-1. Начало было за прошлогодними чемпионами «Лого», у которых самым активным на площадке был Дмитрий Прохоркин, настрелявший за первую четверть 10 очков. Во второй четверти лидер команды «НТИ» Анатолий Зайцев полностью переключился на опеку Прохоркина, что в какой-то степени уравняло ситуацию. До перерыва на счету Прохоркина оказалось еще только 4 очка. А на атакующих позициях у студентов Зайцева успешно заменили Евгений Вахрушев и Дмитрий Шитов, раз за разом попадая из-за дуги. На счету Шитова в итоге оказалось 6 трехочковых, у Вахрушева 3. Перед заключительным отрезком матча счет на табло был равным 67-67, но психологический перевес был уже на стороне команды «НТИ». Под счетом переигрывал своих оппонентам Дмитрий Апашев, набравших в итоге 29 очков. И хотя у Прохоркина к окончанию матча набралось столько же, показатели стартовой пятерки студентов были заметно выше. Победив 90-85, команда «НТИ» завоевала титул чемпиона города 2016 года. В составе «НТИ» лучшими были Абашев 29 очков, Шитов 19, Вахрушев 16, Дживарян 16. В «Лога» отличились Прохоркин 29 очков, Просверяков 13, Солдатов 13 и Плесунов 10. Лучшими игроками плей-офф чемпионата города были признаны Прохоркин и Просверяков, «Лога», Зайцев и Абашев «НТИ», Рябинин «Ветераны» и Козлов «Энстайл». А Владислав Рябинин получил титул лучшего игрока по итогам сезона. Во дворце спорта «Дельфин» состоялись сразу два плавательных турнира. И если в «Малышке» наши маленькие детсадовцы в первый раз принимали участие в подобных соревнованиях, то в чаше главного бассейна города состоялось открытое первенство «Дюсыша-4», в котором приняли участие шесть команд Свердловской области. За перипетиями борьбы следила науральская вещательная компания. В «Малышке» соревновались совсем юные детсадовцы. Им предстояло преодолеть дистанцию в 12 метров. Сначала на груди, а затем и на спине с использованием пластиковой доски. Сегодня впервые в нашем городе проходит открытое первенство по плаванию среди дошкольников. Дошкольники – люди неравнодушные в своей работе, неравнодушные к детству, к развитию, к воспитанию патриотизма и здорового образа жизни. Замечательно, что в нашем городе работает педагог Алексей Павлович Сущенко в 36-м детском саду, воспитатель по физической культуре. Повезло и детям, и родителям, и, наверное, всему педагогическому сообществу города, поскольку зимой он открывал каток в детском саду на территории детского сада и учил детей кататься на коньках. И девочек, и мальчиков приобщал уже к первым навыкам хоккейного искусства. А вот сегодня по его инициативе и проводятся эти соревнования. В результате в заплыве на груди у мальчиков первым стал Илья Бронников, вторым к финишу пришел Артем Данилов, третьим был Кейл Щеголев. В заплыве на спине первым стал Артем Данилов, серебром оказался Платон Квашнин, тройку замкнул Илья Бронников. Второй год. Нравится, какая любимая дистанция, на чем лучше на спине плаваешь или на груди? На груди. Сегодня плавал уже? Что? Сегодня плавал уже? Да. Какой пришел? Третий или четвертый. У девочек места распределились следующим образом. В заплыве на груди не было равных Антонине Бакулевой. Совсем чуть-чуть ей уступила Алена Ковальчук. Тройку призеров здесь замкнула Алена Балмаева. Чемпионка, как зовут тебя? Тоня. Тоня, ты молодец, первая приплыла, а на груди плавала? Да. А на груди какая приплала? Не знаю. Как это не знаю? Ну вот сейчас первая, а на груди какая? Не помню. Не помнишь? Давно занимаешься? Да, давно. А кто тренер? Как зовут? Ольга Викторовна. Нравится плавать? Да. Ну молодец, чемпионка. Давай беги. Отдыхай, давай пять. Давай. В заплыве на спине первенствовала Полина Филатова. На втором месте Алена Ковальчук. Все участники соревнований после окончания заплывов получили сертификаты и памятные сувениры. В это же самое время в основной чаше проходило открытое первенство «Дюж-4». В гости к нашим пловцам приехали представители Леснова, Полескова, Первоуральска, Екатеринбурга и Кировграда. Соревнования показали высокий уровень подготовки наших пловцов. Так, четырехкратной победительницей соревнований стала наша Мария Куликова, 2004 года рождения, которая первенствовала на дистанциях 50 и 100 метров на спине и 50 и 100 метров вольным стилем, проплыв все дистанции на уровне второго взрослого разряда. Семену Бакулову не было равных на дистанциях 50 и 100 метров батерфляем. Мария Тишина первенствовала на дистанции 100 метров батерфляем и на 200 метровке комплекса. Леонид Притыкин в сильной компании юноши 2002 года рождения показал третье место на полтиннике батерфляем, был третьим на 100 метровке комплексом и вторым на дистанции двое длиннее, а также завоевал серебро на дистанции 100 метров брасом. В первый день соревнований наша восьмерка в комбинированной смешанной эстафете 8 по 50 метров совсем чуть-чуть уступила команде Екатеринбурга и опередила представителей Полевского. Но уже на следующий день в классической эстафете 8 по 50 сумела взять реванш у представителей Екатеринбурга. Третьими снова оказались полевчане. С 18 по 23 апреля в городе Ульяновске проходил чемпионат и первенство России по кикбоксингу. Наш город на этих соревнованиях представляли воспитанник ДюСШ-4, учащийся 48-й школы Александр Ушаков и выпускник ДюСШ-4, мастер спорта международного класса Даниил Бороздин. Александр Ушаков провел на турнире 5 боев в категории до 57 килограммов и только в финале и то из-за простуды проиграл своему сопернику. Но при этом выполнил норматив мастера спорта России и отобрался для участия в чемпионате мира в разделе «Фуллконтакт», который пройдет в августе месяце в Ирландии. Даниил Бороздин провел на турнире 4 боя в категории до 60 килограммов, также в разделе «Фуллконтакт». Во всех одержал победы и стал чемпионом России, что дает ему право выступить на чемпионате Европы в Сербии, которая стартует в сентябре. Оба наших чемпиона тренируются под руководством тренера-преподавателя, мастера спорта и судьи международной категории Алексея Ушакова. Предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью с Александром Ушаковым. Я провел 5 боев, занял второе место. Все бои были очень ожесточенные, очень серьезные, но в финальном бою я заболел и мне пришлось отдать победу. Второе место мне дает отборный чемпионат первенства мира. Оно пройдет в Ирландии. Я вхожу в состав сборной России, второй номер. Я занимаюсь 12 лет. Пришел сначала к своему отцу заниматься. Дальше он меня поднимал, поднимал, а вот теперь я выполнил мастера спорта. Поздравляем наших парней и ждем их с международных соревнований с золотыми медалями. Сегодня в детско-юношеской спортивной школе номер 4 по адресу Автозаводская 25 прошло торжественное открытие 15-го юбилейного традиционного турнира по боксу в памяти Александра Шмидта. В гости к новоуральским боксерам приехали ребята и девчонки из семи городов Свердловской области. Турнир очень представительный и будет продолжаться в течение трех дней. Приглашаем всех желающих в свободное время поддержать новоуральских боксеров в тяжелой борьбе с представителями сильнейших боксерских школ области. Завтра, 28 апреля, начало боев в 12.00, а в пятницу, 29 апреля, состоятся финальные бои. Начало в 11.00. Приходите, будет интересно. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Этот день в истории спорта». 27 апреля 1908 года фигурное катание впервые было включено в программу летних Олимпийских игр, проходивших в Лондоне. Одним из первых олимпийских чемпионов стал Николай Панин-Коломенкин в мужском одиночном катании. В 1920 году фигурное катание снова вошло в программу Олимпиады, а с 1924 стала постоянным пунктом спортивной программы зимних Олимпийских игр. Всего в современном фигурном катании выделяют пять дисциплин. Мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное фигурное катание, спортивные танцы – они появились в 40-х годах прошлого века в Великобритании. В программу зимней Олимпиады впервые включены в 1976 году. И групповое синхронное катание. Последняя дисциплина до сих пор не является олимпийским видом спорта, по ней проходит отдельный чемпионат мира. Это все спортивные новости города на сегодня. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА